Что может быть хуже? Потерять свои данные. В лучшем случае мы потратим много времени, но данные восстановим. В худшем случае наши данные будут полностью утеряны. И в этом видео речь пойдет о бэкап-системе, о резервном копировании, а именно о Proxmox бэкап-сервере. Ну и давайте начнем сначала. Мы работали уже с Proxmox. Если у вас есть много виртуальных машин, у меня в тестовом окружении сейчас только две виртуальные машины и один контейнер, но это не столь важно. Мы делали там какие-то системы, мы что-то настраивали, и наши системы работают. Но бывает такое, что отказывает сам сервер, может быть выйти из строя сам жесткий диск. В общем, может случиться очень многое. И чтобы мы не потеряли всю нашу работу, мы можем делать здесь же и бэкапы. Если мы зайдем в Data Center, то у нас здесь есть бэкап. Здесь можно настраивать наши бэкапы. Также можно делать бэкап отдельной системы, то есть для каждой контейнера, для виртуальной машины у нас есть в меню, подменю, бэкап. И почему именно Proxmox бэкап-сервер, если можно сделать по-другому? Давайте сначала сделаем простым способом. Подключим внешний сторидж. Поскольку я сейчас записан на Windows в компьютере, я сделал просто SambaShare и подключил к Proxmox серверу. Также можно подключить NFS и очень много другого. И давайте это сделаем. SambaShare создается очень просто на Windows. Заходим в мой компьютер, заходим на диск, создаем папку. Назовем ее Temp. Далее заходим в настройки. Переходим в раздачу, либо Sharing. И здесь нажимаем Share. Все, нажимаем просто Share. Готово. Теперь у нас папка доступна по адресу нашего компьютера. И у нас будет ShareTmp. Эту папку мы сейчас подключим к нашему Proxmox. Заходим в Data Center. Идем в Storage. Нажимаем Add. И здесь у вас есть выбор, что мы можем подключить в качестве Storage. Как я и говорил, я сейчас нахожусь на Windows, поэтому я сделал просто Windows Share. SambaShare или CYS. Нажимаем. Здесь нам нужно указать ID. ID это не цифра, ID это может быть название. То есть как и здесь. Local. LocalLVM. Давайте я назову DemoSmb. Далее указываем сервер. Здесь нужно указать доменное имя, либо IP-адрес. Система, которую вы хотите подключить. Далее указываем имя пользователя. В моем случае это имя пользователя для Windows. И пароль от этого пользователя. И далее нужно выбрать Share. Я создал папочку Temp на Windows. Я ее и выбираю. Все. В принципе здесь настройки готовы. Если у вас уже показываются Share варианты папок, то значит подключение работает. Далее в Content нам нужно указать, что это у нас будут backup файлы. Можно отметить все. То есть мы сможем сохранять на нашем Storage все эти варианты. ISO файлы также. Container template и так далее. Так, выбрали backup файлы. Далее есть настройка backup retention. То есть здесь мы можем настроить, когда будут наши бэкапы удаляться. Вернее, сколько копий, когда будут храниться и так далее. К этому мы пункту подаем немножечко позже. И давайте просто сделаем backup. Нажимаем Add. И у нас есть два способа, как нам сделать бэкап для виртуальных машин, либо контейнеров. Первый способ, самый простой, это мы заходим на виртуальную машину, либо контейнер. И заходим в backup. И нажимаем backup now. Здесь у нас есть выбор Storage, куда мы хотим сохранить наш бэкап. Все зависит от того, какие сторожи вы подключили и на которых сторожи есть возможность делать бэкапы. Да, у нас сейчас только два. Это Samba, Share и локально. То есть мы там можем сделать бэкап. Нажимаете бэкап и все работает. Либо второй способ, это глобальные бэкапы. Это заходим в дата-центр, заходим здесь в бэкап, нажимаем Add. Мы можем здесь указать нод, поскольку у нас один нод, либо когда у вас кластер, у вас будет несколько нодов. Мы оставляем все. Далее, Storage, куда мы будем сохранять данный бэкап. Это будет Demo SMB, Schedule, когда мы хотим запускать. Но давайте нажмем каждый день в 9 часов. Это не столь важно, просто для теста. Я вам просто хочу показать, как работает обычный бэкап и почему есть смысл использовать бэкап сервер от Proxmox. Selection Mode. Здесь мы можем выбрать, какие виртуальные машины, либо контейнеры мы хотим делать бэкап. Нажимаем Include Selected, Demo Bunda, виртуальную машину и контейнер. Будем делать два бэкапа. В Windows 11 нам бэкап не нужен, потому что большая машинка. Notification. Можно отправлять оповещение по завершению бэкап задачи. Успешно она была, либо нет. В Mode мы также можем выбрать Snapshot, Suspend, либо Stop. Мы оставляем Snapshot. То есть будет делаться Snapshot и потом он отправляется на бэкап. Retention сейчас настраивать не будем. Посмотрим немножко позже. В принципе все. Нажимаем Create. Готово. Все, у нас запустится бэкап в 9 часов сегодня. Но мы долго ждать не будем. Мы нажмем Run Now. Нажимаем Да. И сейчас у нас запускается бэкап. И то есть у нас получается идет копирование нашего снэпшота на Storage. И скорость здесь зависит от того, какие жесткие диски у вас установлены и как быстро работает у вас сеть. Теперь у нас копируется контейнер. И сейчас посмотрим, что у нас отобразится в нашей папке, где будут храниться наши бэкапы. Таск завершен. Окей. И смотрим статус. У нас все заняло 48 секунд. Довольно-таки быстро. Ну, поскольку у нас всего две машинки. Это контейнер и виртуальная машина. И в принципе они маленькие. Там ничего в них особо нет. И посмотрим, что у нас... Какие у нас файлы есть. У нас в папке есть папочка Dump. И в этой папке у нас есть несколько файлов. Вот наша виртуальная машина. Кому 100. И 8000 это контейнер. Как видим, у нас 233 мегабайта, грубо говоря. И здесь 2 гигабайта занимает место. Хорошо. Допустим, мы сделали сегодня бэкап. Завтра у нас снова будет бэкап. И так будет идти дальше. Смотря сколько мы копий хотим хранить. По идее, если все умно сделать, то будет сохраняться лишь разница между полным бэкапом, фулл бэкап, который произошел именно сейчас, и инкрементал бэкапа. Давайте запустим еще раз. Посмотрим, что будет. По идее, должно пройти очень быстро. Запускаем. И смотрим наш процесс. Также вы можете заметить, что значок здесь меняется. Именно здесь показывается, какая машинка в данный момент копируется. То есть, для какой машинки создается бэкап. Все готово. Смотрим статус. У нас также заняло 34 секунды. Ну, на 5 секунд меньше. И посмотрим, что у нас в папке находится. И как видим, у нас здесь 233 мегабайта. Здесь есть 2 гигабайта. Также здесь. Соответственно, если у вас очень много бэкапа, вы, вернее, хотите хранить много копий, то это убивает много места на диске. Это нам не подходит. Поэтому будем использовать бэкап сервер. И посмотрим, как там это все работает. Переходим на официальный сайт. Но также, с самого начала, хочу сказать одну вещь и сохранить этим, возможно, некоторым время, что Proxmox Backup Server предназначен для резервного копирования именно виртуальных машин и контейнеров, которые работают непосредственно на Proxmox серверах. Мы не сможем подключить к Proxmox Backup Server обычные сервера, Linux, Windows, и делать на него бэкапы. Это чисто для Proxmox окружений. И здесь есть кнопочка Download. Здесь нам также отображается сам Proxmox виртуальный сервер, то есть сам Proxmox и бэкап сервер. Нажимаем Download и скачиваем установщик. Готово. Давайте посмотрим, что нам нужно для самого бэкап сервера. И для установки Proxmox Backup Server нам понадобится именно сервер, где мы будем все это изставить. Можно использовать обычный компьютер, можно взять старый ноутбук, можно использовать мини-сервер и так далее. Также можно все устанавливать в виртуальную машину для тестов. По железу нам понадобится 4 ядра процессора и от 4 до 8 гигабайт оперативной памяти. Далее нам понадобится жесткий диск, желательно использовать SSD для самой системы. Достаточно будет 32 гигабайта и больше. То есть берете самую маленькую SSD и будет вполне достаточно. Нам понадобится также загрузочная флешка, с которой мы будем загружаться. Я думаю, не стоит показывать, как записать ISO файл на флешку, чтобы с нее можно было установить систему. И также очень важно, нам понадобится второй жесткий диск, на котором будут храниться сами бэкапы. То есть здесь диск зависит от того, сколько у вас работает виртуальных машин, сколько вы хотите делать бэкапов, сколько у вас контейнеров и так далее. То есть здесь уже выбор за вами. После того, как вы записали образ на флешку, подключили к вашему будущему бэкап серверу, запускаем, загружаемся с флешки и у нас загружается установщик Proxmox бэкап сервера. Все в принципе то же самое, как и при установке самого Proxmox сервера. Мы выбираем графическую установку. Принимаем лицензию. Далее выбираем тот диск, который поменьше, на который будет ставиться сама система. У меня два подключенных диска. Это на 32 гигабайта и на 40 гигабайт. 40 гигабайт я буду там делать бэкапы. Поэтому я буду ставить систему на 32 гигабайта. Жесткий диск. У меня это все ставится в Proxmox на другой сервер, как виртуальная машина. Чтобы вы не удивляетесь, что здесь стоит Camel. Также здесь есть Options. То же самое можно выбрать, как и при установке Proxmox. Можно выбрать файловую систему. В общем, все стандарты настройки, как и Proxmox. Нажимаем Далее. Далее ставим временную зону. Указываем пароль. И далее указываем Mail Address. Здесь обязательно нужно его исправить, потому что Example Invalid у вас будет ошибка. Далее нужно настроить сетевой интерфейс. Если у вас установлен DHCP сервер и в вашей сети он работает, то IP-адрес вы получите автоматически. Также вы можете его здесь изменить. Если же у вас нет DHCP сервера, то здесь также все понятно. Указываем HostName. Указываем IP-адрес вашей сети. Маску сети. Gateway. И DNS сервер. Также если у вас много сетевых интерфейсов, стоит выбрать тот интерфейс, который подключен к вашей сети. Нажимаем Далее. Здесь у нас показывается Summary. Всего того, с чего мы настроили. И все. Нажимаем Install. Установка действительно нам быстрая, но кофе сделать успеем. Готово. И также у вас в конце покажется, что чтобы подключить к нашему backup серверу, нам нужно зайти на определенный IP-адрес и порт. После перезагрузки вам также отображается информация, что нужно зайти на HTTPS, IP-адрес вашего сервера и порт 8007. Переходим в браузер. 8007. У нас, конечно же, говорит, что сертификат недействительный, поскольку это самосознанный сертификат. И вот наш login screen, куда мы вводим пользователь, root и наш пароль при установке, который мы указывали. Перед нами сейчас наш backup сервер. Здесь у вас отображается ваша информация по вашему серверу, какие таски работали, записки, конфигурация. Хочу сказать сразу, что вот в этой части это настройки именно вашего backup сервера. Здесь ниже, дата 100, там будут храниться ваши бэкапы и настройки для бэкапов. Но давайте мы пока что пройдемся по настройкам. Configuration. Здесь мы также видим нашу временную зону, DNS настройки и настройки сетевого интерфейса. Все, что мы указывали при установке. Также можно добавить сервер для метрик. Далее у нас есть Access Control. Здесь мы можем добавлять работать с пользователями, с группами. Remotes. Здесь можно добавить удаленный backup сервер для синхронизации, например. Traffic Control. Здесь можно указать ограничения для передачи данных. Сертификаты. Думаю, так понятно. Notifications. Здесь можно указать, кому будет отправляться email сообщение, допустим, либо Gotify сообщение. По удачному, либо неудачному backup. Либо если есть какая-то проблема. Subscription. Это для установки официальных пакетов от Proxmox. У нас subscription нет, но это можно сделать с помощью этого key. Administration. Здесь мы видим загрузку нашего сервера. Все наши метрики, данные, сервисы, апдейты. Настройки репозиториев. Также, чтобы у нас не было ошибок при попытке обновления, мы можем отключить этот репозиторий. То есть, у нас нет Enterprise репозитория. Disable. Теперь добавим репозиторий, который действует без подписки. Нажимаем Add. И нажимаем No Subscription. Add. Готово. Все у нас. Все сделано. Теперь можно перейти в Update. Сделать и Refresh. И сделать обновление. Если у вас будут отображаться какие-то обновления. Да, у нас есть обновления. И есть смысл сразу сделать апгрейд. Все готово. У нас все обновления установлены. Далее переходим в Shell. Это Shell самого сервера. Proxmos Backup сервера. И далее пункт Storage Disk. Как я и говорил, у нас есть в системе два диска. И нужно второй диск нам добавить. Если у вас диск не пустой, нажимаем Wipe Disk. То есть, все данные будут очищены. Далее у нас есть два варианта. Это создать диск как директорию, либо как ZFS. При использовании ZFS у вас есть больше возможностей. Но если вы ставите Proxmos Backup сервер, допустим, на Hardware Raid. То есть, у вас есть отдельная плата в вашем сервере. Там стоят два диска в Raid. То лучше делать директорию. Поскольку здесь также есть информация о том, что ZFS не совместим с Hardware Raid Controller. Поскольку это у меня оперативная машина, у меня нет Raid, ничего нет. То я буду делать ZFS. И здесь напишу Backup Data. Должна быть галочка Add as Datastore. То есть, нам будет здесь отображаться наш Datastore. Raid Level. У нас один диск всего лишь. Compression. Можно включить, можно выключить. Я оставлю. Немножко меньше будет занимать места. Но также это требует больше ресурса самой системы. Поэтому здесь уже смотрите сами. Если у вас Backup сервер очень слабенький, то Compression выключайте. Выбираем диск. Нажимаем Create. Можем обновить страницу. И у нас здесь отображается теперь Backup Data, где будут храниться наши Backup. Далее в настройках у нас есть Tape Backup. Это такие ленточные устройства, ленточные кассеты, на которых мы можем хранить Backup очень длительное время. И, в принципе, довольно-таки много на них можно записать. Ну, я давно уже не посчитал, чтобы Tape где-то использовали сейчас. Далее мы переходим к нашему Data 100. К нашему Backup Data. Здесь у нас будет отображаться вся информация по нашим Backup. Как мы видим, у нас 41 гигабайт памяти. Занято 25. У нас Backup нет. Можно посмотреть контент. У нас здесь ничего нет. Давайте сделаем первый Backup и дальше пройдемся по всем остальным функциям. Так, снова переходим к нашему Proxmox. И давайте теперь добавим наш Backup Server. Заходим в Data Center. Заходим в Storage. И нажимаем Add. Здесь внизу у нас есть Proxmox Backup Server. Нажимаем. Нам нужно ввести ID. Название. Это у нас будет Demo Proxmox Backup Server IP Address. Также, если вы не знаете информацию об этом всем, можно зайти в Proxmox Backup Server. И здесь в Backup Data у нас есть Show Connection Information. Здесь у вас вся информация будет для того, чтобы мы могли подключить наш Backup Server к Proxmox. PostName IP Address. Нажимаем Copy. Вставляем наш сервер. Username. Также мы можем посмотреть Backup. У нас RootAddPam. Этого будет достаточно. RootAddPam. Пароль, который мы указывали для Backup Server. У нас будут все ноды. То есть здесь выбирать не обязательно. Можно, если вы хотите какую-то определенную ноду добавить, то выбираете. Enable Content. У нас по умолчанию стоит уже Backup. Мы здесь выбрать ничего не можем. И DataStore. Здесь нам нужно указать DataStore, куда будет записываться наш Backup. Если у вас, соответственно, много DataStore, то есть здесь у вас с левой стороны в Backup Server много DataStore, понятное дело, вы можете выбрать. У нас DataStore 1. Вставляем. И еще очень важно нужно указать Fingerprint. Снова переходим в Backup Server. И у нас здесь отображается Fingerprint. Нажимаем Copy. Вставляем. Далее настройки Backup Retention мы посмотрим немножечко позже. Сделаем просто обычные Backup и посмотрим, в чем будет разница. Готово. У нас теперь здесь отображается демо Proxmox Backup Server. DataStore мы подключили. Здесь у нас будут отображаться наши Backup. Давайте сделаем первые Backup на наш сервер. Снова переходим в DataCenter. Переходим в Backup. И можем изменить наш Backup, который мы до этого создавали. То есть мы изменим лишь Location, куда будут создаваться наши Backup. в Storage. Теперь мы выбираем демо Proxmox Backup Server. Нажимаем ОК. И можем запустить это все. Здесь у нас Job запустился. Заходим в Backup Server. Мы также здесь сможем увидеть, что у нас что-то происходит. Как видите, идет Backup виртуальной машины. Отображается. У нас также наши ресурсы использоваться начали. И у нас идет копирование контейнера теперь. Готово. Таски у нас все завершены. Ошибок нет. Все хорошо. У нас два Backup. Теперь перейдем в Backup Data. Content. И видим, что у нас вот наши устройства. Также мы можем зайти сюда. на наш Proxmox Сервер. Посмотрим в статус. Заняло немножечко больше времени. Но это все зависит от сетевого подключения. И от самого Backup Server. Тестовая машинка, которая у меня работает. Proxmox Backup Server. Которую мы поставили. Она не самая быстрая, скажем так. Если мы здесь перейдем в Demo PBS. Мы также видим наши Backup. И давайте посмотрим, сколько места у нас заняли наши Backup. Переходим в наш Data Store. В Summary. И здесь мы видим, что место занимает 2,4 гигабайта. То есть это наша виртуальная машина плюс контейнер. По идее, если как и раньше, что у нас занимало вдвойне. То есть каждый раз делалось Full Backup. Посмотрим, что у нас здесь будет отображаться. Снова переходим к Proxmox. И делаем еще раз Backup. Так. Запускаем. Посмотрим по времени, что это у нас займет. Готово. У нас заняло 16 секунд. Я думаю, уже понятно, что у нас были сделаны не полные бэкапы, а инкрементальные бэкапы. Посмотрим в Proxmox Backup Server. Обновим страницу. И у нас 2,42. Как видите, у нас не вдвойне. У нас лишь записалась небольшая, очень маленькая-маленькая разница. Также можем в Dashboard посмотреть. У нас 4 бэкапа. Мы делаем бэкапы. Все отлично. Если же все-таки случается то, что нам нужно восстановить бэкап. Как это сделать? Ну, допустим, у нас демо Ubuntu контейнер. Мы случайно его удалим. Либо что-то у нас с ним случится. Нажимаем удалить. 8000. Все, у нас контейнер удалился. Это мы сделаем, допустим, случайно. Как нам это все восстановить? Заходим на наш сервер. Ищем наш демо Ubuntu, наш контейнер. Нажимаем Restore. Либо мы также можем восстановить файлы. Если, допустим, вы какой-то отдельный файл хотите восстановить. Основные пункты, я думаю, понятно. Посмотреть конфигурацию. Изменить записи. Изменить Protection. Если мы это нажмем, то у нас заблокируется наш бэкап. Допустим, это очень важно. Если у вас есть какой-то бэкап. Допустим, вы сегодня будете делать большое обновление. Много изменений. И вы не знаете, что у вас произойдет через некоторое время. Нажимаете Change Protection. И у вас заблокируется этот бэкап на определенное время. Ну, вернее, пока вы это не снимете. Это нам не надо. И нажимаем просто Restore. Далее нам нужно указать некоторые данные. То есть, это ID контейнера. Я ставлю то же самое. У нас Storage. Куда будет восстанавливаться. Далее у нас есть настройки привилегий. То есть, Privilege Level. Как в бэкапе. И также настройки ресурсов. Под контейнер. Все будет считано из бэкапа. Нажимаем Restore. Скорость восстановления зависит также от скорости вашего сетевого соединения. Ну, поскольку контейнер, он маленький. Все. Вот наш контейнер восстановился. Это основные функции. То есть, мы добавили в бэкап сервер. Мы сделали бэкапы. Удалили что-то. И восстановили. Это самое важное, что это все работает. Но, допустим, у вас работает бэкап сервер некоторое время. Вы записываете бэкапы. Записываете, записываете. И рано или поздно ваш диск будет полным. Для этого нужно настроить Retention. Значит, Retention можно настраивать в двух местах. Если вы используете просто NFS, либо SambaShare. То есть, как мы делали в первом примере. То это нужно настраивать на самом Proxmox сервере. Здесь стоит настраивать Retention только тогда, когда вы используете NFS, SambaShare. Другое от Proxmox Backup Server. То есть, мы заходим в наши настройки Backup Job. Заходим в Retention. И у нас здесь есть настройки, сколько хранить бэкапы. Здесь стоит указывать, сколько последних бэкапов мы хотим сохранять. По часам, по дням, по месяцам, по годам и так далее. И мы вначале еще пропустили вкладку Advanced. Здесь у нас есть несколько интересных настроек. Здесь, допустим, мы можем ограничить скорость передачи наших бэкапов. Также мы можем добавить Fleasing. То есть, у нас будет создаваться кэш локальный для того, чтобы мы смогли уменьшить IOPS на системе. Но также стоит, что для виртуальных машин только. При включении Fleasing у нас открывается настройка Fleasing Storage. Здесь нам нужно указать, где будет создаваться наш кэш. И также у нас есть настройка интересная Repeat Missing. Допустим, если ваш бэкап сервер был недоступен, либо вы делали апдейт, либо еще что-нибудь, он был недоступен, то бэкап будет сделан сразу же, как только будет доступен бэкап сервер. Эту настройку стоит всегда включать. И посмотрим второе место, где настраиваться Retention. Если мы посмотрим в Storage, зайдем снова в настройки нашего Storage, нашего бэкап сервера. И здесь есть также настройка Backup Retention. Здесь напишу, что рекомендуется делать настройки Backup Retention напрямую на Prosmos бэкап сервере. Поэтому мы здесь все опускаем. Здесь мы изменений никаких не делаем. Мы будем делать настройки Retention на бэкап сервере. Переходим в наш Data Store. Переходим в Prune and Cabbage Collection. И добавляем Prune Chop. То есть это то, какие бэкапы будут храниться, как долго. Нажимаем Add. И как указать, какие бэкапы мы хотим хранить и как долго. Для этого существует один сайт, Prosmos бэкап сервер, Prune Simulation. Здесь мы можем указать, какие бэкапы мы сколько хотим хранить. То есть если у нас настройка Keep Last 4, у нас, допустим, сегодня будет сохраняться 4 бэкапа. Keep Daily 5 у нас будет 5 дней назад. 1, 2, 3, 4, 5. Потом у нас 2 недели стоит. У нас будет храниться 28 апреля, 21 апреля. Далее здесь стоит, как часто мы будем делать бэкап. Здесь у нас стоят все дни и недели. И мы в настройках указываем, что в 21.00 мы хотим делать бэкапы. 21.00. Здесь настройки календаря. Насколько большой календарь вам будет отображаться, этого у нас достаточно. Нажимаем Update Simulation. Да, здесь у нас еще не стоит понедельник. Выбираем понедельник, потому что здесь не отображается ничего. Нажимаем Update Simulation и вот уже стоит у нас получше. Итак, мы хотим сохранять 4 последних бэкапа каждый день. Потом мы каждый последний бэкап в день мы хотим сохранять. И 2 недели. Ну, допустим, мы хотим сделать, что мы хотим всю неделю иметь бэкапы. Допустим, последний будет сохраняться 1. И потом у нас будет еще сохраняться 7 дней. 7 дней. Да, то есть у нас вся неделя будет сохраняться. Теперь мы сделаем так, чтобы последний бэкап в неделю у нас сохранялся. И это было в течение всего месяца. И 3 месяца. Если мы поставим 3, то здесь у нас будет наш первый месяц. Сейчас май. Потом апрель. Март. У нас последний бэкап в марте был. Потом февраль. И январь. Давайте еще поставим больше недель. Все готово. То есть у нас январь, февраль, март и весь апрель будут сохраняться. Ну, вот такие настройки нас устраивают. Теперь эти настройки стоит перенести в наш бэкап сервер. В retention. Нажимаем add. Все. У нас будут теперь бэкапы делаться. И потом будут сохраняться последний 1 раз. Это можем мы запустить. У нас сейчас находятся 2 бэкапа. И зайдем в контент. У нас count 2. Давайте попробуем сделать наш prune. Как видите, у нас здесь есть информация, что у нас одна версия была удалена. Одна keep. И то же самое происходит с виртуальной машиной. Посмотрим в контент. Осталось всего лишь по одной копии. Далее посмотрим в summary. У нас есть deduplication factor. Допустим, когда вы делаете бэкапы, у вас многие виртуальные машины, либо разные копии виртуальных машин имеют одинаковые секторы. Та же сама система. Она одинаковая, допустим. Какие-то еще биты у вас одинаковые и так далее. И для того, чтобы экономить место, мы можем не записывать полностью такую же самую копию наших данных. А можно просто сделать deduplication и указать на просто у нас в бэкап сервере, что данная виртуальная машина имеет такое же содержимое, как и другая в определенных местах. И поэтому здесь есть как deduplication factor. Для этого нужно настроить garbage collection job. Нажимаем edit. По умолчанию это выключено. Но мы сделаем, допустим, если мы делаем в 9 часов наши бэкапы. Бэкапы довольно-таки быстрые. То нажмем everyday в 21, ну, допустим, 30. Готово. И запустим run now. Все идет процесс. Проверка. Готово. И теперь посмотрим в summary. И у нас deduplication factor 4.92. Это нормально. Это у нас всего лишь, правда, один контейнер и одна виртуальная машина. Всего лишь по одному снэпшоту. Много здесь, конечно, не покажет. Далее по prune job. Еще одно мы забыли. Это как часто он будет работать. Значит, смотрите. У нас бэкап делается в 9 часов. После нашего бэкапа у нас идет garbage collection. То есть смотрится deduplication, что у нас получилось. Но хорошо делать prune job, удаление копий. Также после нашего бэкапа. Давайте это сделаем в 9.15 допустим. То есть у нас получается следующее. Бэкап в 9 часов. Потом у нас делается prune job. То есть удаляются старые копии. А потом у нас идет garbage collection. Смотрится deduplication. Что можно уменьшить, что можно удалить. Нажимаем ok. Переходим к следующему меню пункту. Это sum job. Это, допустим, если у вас есть несколько бэкап серверов. И вы хотите делать синхронизацию между этими серверами. Поскольку у меня второго сервера бэкап нету. Поэтому я этот пункт опущу. Verify job. Здесь мы можем настроить, когда будут проверяться наши снэпшоты, наши бэкапы на содержимое. Рабочие они, нет ли битых секторов и так далее. Но перед тем, как это мы настроим, можно зайти в options. И здесь также есть пункт verify new snapshots. То есть здесь мы можем указать, что если будет создаваться новый снэпшот, мы можем сразу его проверять. Насколько он целостно создался. Это также занимает ресурсом. Особенно если мы делаем бэкап от Windows системы. Это занимает реально много ресурсов и времени. Смотря какие Windows системы. Но, допустим, мы создаем снэпшоты. Они проверяются. У нас все хорошо. Но проходит время. И у нас, допустим, retention, когда мы удаляем наши бэкапы, занимает полгода. Допустим. То есть у нас лежат какие-то старые бэкапы. И они не проверяются. У нас что-то случается, может быть, с жестким диском, либо с сектора биты, либо еще что-то. Ну, в общем, надеюсь, это не произойдет. Тем не менее. Мы можем сделать снова проверки. То есть чтобы у нас постоянно делалась проверка наших бэкап. Verify jobs. Здесь нажимаем add. И здесь мы можем указать, как часто наши снэпшоты, наши бэкапы будут проверяться. Я считаю, здесь очень хорошая есть настройка. Every first day of the month. То есть первый день месяца. Либо, допустим, в первую субботу каждого месяца у нас будут проверяться наши бэкапы. И будут проверяться каждые 30 дней. Допустим, если у нас бэкап на полгода, прошел месяц, делать проверка. Прошел еще месяц, делать та же проверка. То есть каждые 30 дней они будут проверяться. Нажимаем add. И все. У нас, в принципе, здесь будут проверяться наши бэкапы. И еще одно по поводу проверок наших снэпшотов. Наших бэкап. Если мы зайдем в контент, здесь у нас стоит verify state none. То есть проверка не была проведена. То же самое, если мы посмотрим в Proxmos бэкап сервере. Заходим в демо бэкап. И наши бэкапы у нас тоже стоит none. Поэтому мы можем сделать наш verify job с бэкап сервером. Запустить его сейчас. И наши снэпшоты сейчас будут проверены. Готово. Посмотрим контент. Обновим страницу. Все ок. То же самое здесь. Обновим страницу. У нас отображает, что все ок. Также вы можете посмотреть бэкапы для каждой виртуальной машины. Либо для каждого контейнера отдельно. Заходим на виртуальную машину. Смотрим в бэкап. И у нас здесь отображаются наши бэкапы. Видите, на этом все. Вот так работает бэкап сервер. Бэкапы делаются очень быстро. Мы можем настроить проверки. Бэкапы делаются инкрементальные. Есть deduplication. Мы можем динамически настроить рейтеншнс. Сколько какие у нас бэкапы будут храниться. И у нас все будет храниться в одном месте. На одном Proxmos бэкап сервере. На этом все. Всем спасибо. До новых видео. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok